Всем здорова, с вами Рэпертрейдер и сегодня я расскажу как Егор Ку разводит своих подписчиков, как он берет у людей деньги и потом просто не возвращает эти деньги. Но суть видео будет в том, как не попадаться, как не быть обманутым. И в качестве предлога я просто выбрал Егора, так как я решил не оставаться в стороне от этой ситуации. Ко мне много обратилось людей, которых он развел, некоторые согласились показать переписку. Ну и я решил, просто уже хотел завязать вот я с этой критикой, но решил не оставаться в стороне и показать вам. Итак, давайте переходим к Егору. Что он делает? Люди к нему обращаются и говорят, я хочу увеличить свой депозит, можешь поторговать с моего аккаунта. На что Егор отвечает. У меня сейчас на аккаунте действует утроение выигрыша. Могу поторговать на твоих деньгах, с выигрыша беру процент, вкладывать минимум в 2к, за неделю с 2к подымая до 15. То есть вы скидываете ему деньги на Киви, на Яндекс, он мол торгует на своем аккаунте и потом возвращает вам сумму. У него, мол, утроение. И теперь, ребята, давайте так. Главный вопрос. Зачем ему это нужно? Если у него утроение, если он может поднять с 2к, 15к, зачем ему с вами делиться? Если он может сам заработать эти деньги и они останутся ему, зачем ему с вами делиться? И вот, смотрите. Второй диалог. А сколько примерно можно будет с 10 тысяч заработать? И тут Егор отвечает. Если не рисковать, 70-100к. Вы представляете? 70-100к. Да он просто Иисус Христос, ребятушки. 70-100к. Еще он пишет. 15к поднимается с 1500 рублей. И вот следующее. Я беру только 1500 и сниму видео по этому поводу. Весь заработок без процентов тебе. Он возьмет со 100 тысяч себе только 1500? Главный вопрос. Зачем ему это нужно? Если он так круто поднимает деньги, или он просто Иисус Христос, ему нужно просто целовать ноги. Или он просто супер добрый, но нет. Он просто мошенник. Зачем ему брать деньги? Как можно было на такое повестись? Зачем ему, ребята, брать деньги, если он может настолько круто зарабатывать? Да он просто мегатрейдер. Он с 10 поднимает 100. Да я вообще таких людей не знаю, кто так поднимает. Но теперь знай, это Егор. Вот, ребята, это главный, главный, главный вопрос. Перед любой какой-то сомнительной операцией задавайте себе вопрос. А зачем человеку это нужно? Зачем он это делает, если он может себе забрать эти деньги и ни с кем не делиться? Ну, вот так вот Егор разводит людей. Конечно, да, плохо он поступает. Я постараюсь так конструктивно все оценивать, не пытаясь ни на кого нагнать. Тех людей, которых он развел. Да, конечно, неприятно. Но, знаете, всех разводят. И меня разводили, и, я думаю, и вас. Всех когда-нибудь разводили, без этого никак. Так, ну, давайте к тому. К чему к тому? Кто получил пользу из этой ситуации? Как вы думаете? Кто получил самую большую пользу? Егор? То, что он заработал 10 тысяч на ком-то? Нет. Получил пользу тот, кто потерял 10 тысяч. Потому что тот человек получил огромнейший опыт. Опыт? Опыт? Просто бесценный опыт. Скажите спасибо, что вы не потеряли 20 или 30 тысяч. Благодаря этому опыту, ребята, вы многому научитесь. Вы больше не будете вступать в подобного рода проекты сомнительные или доверять сомнительным людям. Вы теперь будете все, ребятушки, знать. Егор, он эти деньги просрёт. И как был мудаком, так мудаком и останется. Может, конечно, он позже осознает. Понятно, что он позже осознает и поймёт, что он поступал неправильно. Все, конечно, совершают ошибки. Но, ребята, из взятой ситуации, из-за всех плохих ситуаций извлекайте опыт. Потому что плохих ситуаций просто нету. Все ситуации вас чему-то учат. Я всем своим ситуациям, везде, где я терял деньги, я просто благодарен. Кажется, какого хера я благодарен тому, что я потерял деньги? Потому что я научился уже. Каждый раз я учусь. И это настолько круто. Потому что опыт на своих ошибках – это самый бесценный опыт. Так что, ребята, не переживайте. Вы остались только в плюсе. Давайте я ещё закончу по Егору. Что он тут ещё говорит? Вот его паблик или что это? Группа. Трейдер номер один на русском ютубе. Ну, куда уж? Куда мне там? Я с 300 рублями вообще к нему. Да, мне далеко до Егора. Он поднимает с 10 100к. Вот у него ещё конкурс. На 50 тысяч рублей набирает своих рефериалов. Нужно что-то там на 3 тысячи рублей пополнить аккаунт. Ну, короче, теперь вы поняли, да? Не ведитесь на это всё. Конечно, я всех не уберегу. Лохи будут. Будут всегда разводить лохов. Но я думаю, вот младшее поколение, которое меня смотрит, вы получите опыт. И я реально сделаю пользу для вас. Потому что после моего видео вы просто тоже будете понимать. Ещё есть очень крутое видео про Егора Кула. Как его просто бомбит. Как он проиграл все деньги на бинарных опционах. Ох, я поржал с этого видео. Как он говорит подписчикам. Всё, бинарные опционы это херня. Не несите сюда деньги. А здесь он уже делает конкурс. Ну, конечно, да. Не нравятся мне такие люди. Всё, я это оставлю в описании. Много всего полезного в описании. Специально же создал канал с этими книгами. Ко мне много обращаются. Рэпер трейдер там, научи. Да, книги по торговле ничему вам, ничему не научат. На данном этапе. Вам нужно начать с нуля. Вам нужно базу. Как обращаться с деньгами. И тот канал, на котором я публикую свои книги. Не свои книги. А книги, которые я прочёл. Которые меня чему-то научили. Прочтите их. Я всё оставлю в описании. Как меня достал этот. Я всё оставлю в описании. Потому что оно реально вам поможет. Я пытаюсь каждое видео сделать полезным. Мне многие говорят, это видео не полезно. То есть, твои видосы не полезны. Потому что ты там не даёшь нормальных стратегий по торговле. Зато я вас учу жизни, ребята. Я вам намного даю больше пользы, чем какие-то стратегии вам дадут пользы. И так. Ну, насчёт Егора Кула. Поняли теперь, да? И так. Есть такая ещё пословица. Если человек с деньгами встречает человека с опытом. Человек с опытом получит деньги. А человек с деньгами получит опыт. Такая вот пословица. Такая жизнь. Итак. Теперь. Как не попадаться на подобные рода проекты? Если вам везде пихают какую-то барыжную информацию. Везде пихают какую-то стратегию. Вспамят в комментариях. В личные сообщения. На почту. Везде предлагают куда-то вступить. Это всё развод. Это же так легко понять. Это всё развод. Зачем человеку, который, вот, например, вам кто-то говорил. Ну, будет говорить, там, можно зарабатывать 30 долларов в час. Абсолютно без вложений. Абсолютно бесплатно. Вы ничем не рискуете. Зачем это делать человеку? Если он знает золотую нишу, где можно заработать. Он не будет с вами делиться. Просто запомните. Запомните ещё одно. Просто правило. Просто правило правил. И идите с этим правилом по жизни. Оно звучит так. Там, где зарабатываются деньги, туда не зовут. Всё. Отпадают полностью все вопросы. Зачем человеку делиться? Если он поделится, туда придут люди. И всё. Лавочка уже всё. Лавочка прикроется. Деньги не будут всем вот так вот просто раздаваться. Если человек что-то и знает, он будет молчать. Он будет пытаться эту тайну сохранить. Если он знает, как зарабатывать, например, по 100 долларов в час, абсолютно ничего не делая. Он никому не будет об этом трепаться. Ребята, запомните. Это самое-самое-самое важное правило. Самое важное правило из всех правил. И теперь, я думаю, вы не будете попадаться на подобные рода проекты. Что там ещё вам рассказать? Или там ещё немного юмора. Как заработать в одноклассниках, да? Я знаю. Вот я вот реально знаю 100% способ. Миллиард процентный. Нужно сделать два шага. Просто два. Смотрите. Вот. И запоминайте. Первый шаг. Это удалиться из одноклассников. И второй шаг. Пойти на работу. Вот тогда вы 100% зарабатываете. Только правда. Только правда. Ребята, я пытаюсь максимально, блин, полезное всё вам дать. Что ещё хотел рассказать? По поводу всей этой канители, да? Если я... Давайте по поводу Егора. Если я, может быть, где-то был неправ. Может быть, я не так рассказал, высветлил я информацию. Может, где-то что-то перекрутил. Но не в этом суть. Если что-то не так, я нагнал на Егора. Может, это всё какие-то там фейки. Да, Егор, тогда я прошу прощения. Но суть видео в чём? Как не попадаться на такие вот разводы? Как не попадаться? Вот в этом вся суть видео. Я хотел видео, Егор, это просто предлог. А суть видео, как не попадаться? Как не быть обманутым? Вот так вот, ребята. Думаю, реально это видео было для вас полезным. Всё рассказал. Все ссылки в описании, со всеми книгами, со всеми видосами. Подписываемся. Не теряем деньги. Главное, не теряйте деньги. Дональд Трамп говорил, если ты можешь себе позволить потерять немного денег, ты в итоге потеряешь всё. Оценивайте проект. Гуглите про этот проект. Если у вас какой-то есть проект, куда вы хотите вложиться. Перечитайте 100 каких-то факторов об этом проекте. Найдите всю информацию. Только тогда принимайте решение. Если вы думаете, что, ну, позволю себе, да, на этом проекте потратить, например, там, 300 рублей. Потеряйте тогда всё. Много, я тоже этому научился. Много собирайте информации. Взвешивайте все факторы. Только тогда влаживайтесь. Думайте, надо оно вам или не надо. Просто тогда, вот только тогда, вот только тогда вот вкладывайтесь. Не спешите никуда за халявными деньгами. Халявных денег нету. Есть, ну, тоже неправильно говорить, что все деньги зарабатываются тяжёлым трудом. Это неправда. Не все деньги тяжёлым трудом. Я вот делаю то, что мне нравится. Я сижу в хате себе, снимаю видосик и зарабатываю большие суммы. Я не хожу на работу. Я не работаю на стройках. То есть деньги не зарабатываются тяжёлым путём. Просто нету, как это сказать, нету просто вот реально такой вот халявы. Везде нужно трудиться. Запомните это. Везде в интернете нету халявы. Нету кнопки бабло. Вы не сможете зарабатывать по 100 долларов просто в час ничего не делая. Нужно много приложить усилий. Нужно год, например, работать за копейки, чтобы через 3 года потом уже зарабатывать такие деньги на абсолютном пассиве. Нужно поработать. Нужно создать базу. Запомните это. Конечно, к вам эта информация ещё так не сильно доходит, кто от младших, кто от старших поколений. Меня даже спрашивает опыта уже намного старше меня, так как люди просто батрачат на работах, ни хрена не получают. Я вам говорю, читайте книги. Просто эти книги, те, что у меня вот на канале, на канале для книг, на канале для книг, они просто перевернут ваше сознание. Знаете, у людей не хватает смелости начать свой бизнес за 3-4 года, но зато хватает смелости ходить на работу 40 лет, получать сраные копейки и жаловаться на жизнь, жаловаться на начальника. Какого хера вы жалуетесь? Кто во всём виноват? Конечно же вы. Начальник мудак не повышает вам зарплату. Начальник не виноват. Начальник красавчик. Виноваты вы, потому что вы работаете на этого мудака. Только вы виноваты. Вы решаете для себя свою судьбу. Запомните это. Никто, никто не виноват, кроме вас самих. Вы выбрали такой путь? Пожинайте плоды. Что-то я сильно уже так высказался. Заделось всё. Всё это, наверное, и меня. Всё. Надеюсь, я был для вас полезен. С вами был Рэпер Трейдер. Подписываемся и не теряем деньги. Да пребудет с вами сила. Всем пока.